Ламборгини Авентадор... ...это дед. И все же дед пожил, не правда ли? Это авто появилось еще в 2011 году, 11 лет. Сдуреть! Лебединой песней стала модель Ultimate. Мощностью в 780 лошадиных сил. Поразительная штука, но все это в прошлом. Заглянем же в будущее. Новый Авентадор, который не будет называться Авентадором, но придет ему на замену. И сегодня я расскажу вам о нем все самое интересное и покажу, на что оно может быть похоже. Ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Откуда я знаю, что будет замена Авентадора? Ну так, ясное дело, Ламборгини же нужен флагман, не так ли? Но дело еще и вот в чем. Вот снимок прототипа во время тест-драйва, и это прототип Ламборгини. Вы могли подумать, мол, с чего ты взял, что это замена Авентадора? Может быть, это замена Хуракана? Ну, посмотрите на габариты этого авто. Слишком длинное и широкое, чтобы быть заменой Хуракана. На это намекает и дизайн, если посмотреть наперед машины, то какой акцент на передних фарах, и пускай все закамуфлировано, все равно если приглядеться и сравнить с концептом Терцо Милленио. Видите контуры? Похоже, правда? А еще, если взглянуть на воздухозаборники на крыше и на дверях, на что они похожи? На Сиан. А если зайти сзади, можно заметить, что задняя оптика и диффузор отсылают в Чинтенарио. Да, это явная замена Авентадору. И я уверен, что новая машина, когда ее представят, будет выглядеть примерно вот так. Да, если вы думали, что Авентадор выглядел круто, когда его представили, эта модель снесет вам крышу. Мы пока видели только один ракурс, будут еще. И эта модель хороша, как ни крути. Теперь поговорим о двигателе. Вы, наверное, волнуетесь, потому что многие автопроизводители уменьшают объем двигателей и переходят на гибрид. И да, замена Ламборгини Авентадора тоже будет гибридной. Однако, вовсе не обязательно будет уменьшен объем двигателя. Штефан Винкельман, директор Ламборгини, заявил, что следующая после Авентадора модель будет с двигателем V12 и технологией гибрида. И это укладывается в тенденцию, что все модели Ламборгини с 24-го года будут в какой-то мере гибридными. Но вернемся к V12. Видите ли, Ламборгини оснащали свои флагманские модели двигателями V12 на протяжении почти 60 лет. В 24-м году как раз стукнет 60 лет с тех пор, как Ламборгини начали выпускать серийные двигатели V12. Первый поставили на 350 GT, затем на Мьюра, затем на Кунтаж, затем на Диабло, затем на Мурсиалого, затем на Авентадора, стало быть, и его преемника тоже будет V12. До сих пор самый мощный V12 был у Ламборгини Сиан. По сути, тот же 6,5-литровый V12, что и у Авентадора, только с мощностью аж 785 лошадиных сил. Но словно этого недостаточно, добавили еще и электромотор мощностью в 34 лошадки, то есть совокупная мощность составила 819 лошадей. Но Ламборгини не просто засунут этот движок под капот преемника Авентадора. Штефан Винкельман сказал, что для нового авто сделают совершенно новый двигатель V12. И бесспорно, он будет более мощным, чем все двигатели до этого. Но новым будет не только двигатель, но и гибридная система. Понимаете, у Сиан не обычные батареи, а суперконденсаторы, очень классные штуки, легкие, все вместе, весит всего 34 килограмма. А еще они могут мгновенно отдавать заряд для очень быстрого прироста мощности. И заряжаются они тоже очень шустро. Правда, для постепенного прироста мощности в течение длительного периода времени они подходят хуже. В этом плане более тяжелые батареи являются лучшим решением. А еще батареи куда лучше подходят для снижения выбросов, особенно согласно европейскому стандарту ездового цикла. И Ламборгини поставили себе цель снизить выбросы на 50% к 2025 году. Соответственно, все их модели станут подключаемыми гибридами. Собственно, в будущем, в течение 10 лет, они сделают электрокар полностью на электротяге, но пока еще до этого далеко. Ламборгини ранее уже экспериментировали с подключаемыми гибридами. В 2014 году они представили концепт Asterion Grand Tourer с подключаемым гибридом. Впрочем, этот проект забросили, так как хотели сконцентрироваться на кроссовере URUS. И это оказалось чрезвычайно продуманным решением, так как URUS стал самой продаваемой моделью Ламборгини. Я даже знаю одного любителя URUS. Угу. Ха-ха-ха, весь день, каждый день. Короче, Asterion был оснащен атмосферным V10 5,2 литра от Huracan, только со вспомогательным электромотором и еще двумя электромоторами на передней оси. Совокупная мощность электромоторов составляла 300 лошадиных сил, а на электротяге можно было проехать до 50 километров. Но если добавить 610 лошадиных сил мощности двигателя V10, получится совокупная мощность 910 лошадиных сил. Впрочем, то был концепт кара, а у них цифры по производительности всегда несколько оптимистичные. Но что же это означает для гибридной версии Авентадора? Ну, видимо, она будет устроена так же, как и Asterion. То есть, похоже на тот вариант, что и у Феррари SF90. SF90 оснащен 4-литровым V8 с двойным турбонатолом и двумя вспомогательными электромоторами на передней оси. Мощность электромоторов составляет 220 лошадиных сил, мощность ДВС 780 лошадей, а совокупная мощность, соответственно, 1000 лошадиных сил. Уже известно, что грядущий V12 от Ламборгини будет более мощным, чем двигатель у Сиана, мощность которого 785 лошадей, то есть можно ожидать минимум 800 лошадей только от ДВС. И можно смело предположить, что 3 электромотора Ламборгини в совокупности будут мощнее 220 лошадок от двух электромоторов Феррари. А значит, совокупная мощность будет более 1000 лошадиных сил, то есть больше, чем у Феррари SF90. Собственно, Ламборгини явно брали за основу это авто при разработке преемника Авентадора, ведь SF90 был замечен во время испытаний возле завода Ламборгини. Но Ламборгини стремятся превзойти Феррари не только в количестве лошадок, но и в плане производительности на гоночном треке. До 96 SF90 разгоняется за 2,5 секунды, и четверть мили с места мне удалось проехать за 10 секунд ровно. А значит, преемник Авентадора должен быть еще быстрее. То есть до 96 за 2, может, 2,2 секунды, а по четверти мили постараются преодолеть барьер в 10 секунд. Но для этого придется постараться. На Ламборгини Авентадора SVJ самое быстрое время прохождения четверти мили с места у меня было 10,4 секунды. Четыре десятых? Это вам не хухры-мухры. Возможно, Ламборгини добьются лучшего результата, поработав над коробкой. Видите ли, нынешний Авентадор оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач, она очень суровая и просто бросает сцепление, и часто автобуксует на старте, из-за чего теряются доли секунды в заезде на четверть мили. У новой машины будет коробка с двумя сцеплениями, которые стартуют лучше. Также под спорьем будут электромоторы на передней оси, так как они могут контролировать подачу мощности куда более точно, нежели ДВС, то есть при необходимости ограничить ее, чтобы уменьшить пробуксовки, что обеспечит хороший зацеп и наилучший старт. Замена Авентадора должна уметь сладить со всей своей мощностью, ведь изначально, да, у нее будет более тысячи лошадиных сил, но это же Ламборгини, они норовят со временем все больше и больше наращивать мощность. Они делают это со всеми моделями. Взять даже нынешняя Авентадора, у которого мощность изначально была 700 лошадей, затем вышел SV мощностью 750, затем вышел SVJ 770 лошадей, и наконец вышел Ultimate мощностью 780 лошадей. А не хотите ли, кстати, посмотреть заезд со всеми этими моделями? А? Если да, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Просто эпичная гонка. Обычно автопроизводители ждут какое-то время перед тем, как выпустить специальную, более мощную версию машины. Но с преемником Авентадора Ламборгини могут оказаться чуть расторопнее из-за вот этого. Похоже на Феррари SF90, да? Ну потому что это он и есть, но это особая версия VS, чуть более мощная. Ламборгини же не захотят выпускать новый Авентадор, чтобы он стал лишь вторым по мощности авто в своем классе, правда? Поэтому они поторопятся с выпуском специальных версий. И если вы хотите узнать подробности об этих версиях, обязательно подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления о новых выпусках. Как только у нас появится информация о новых моделях, мы сразу же все сообщим. Очевидно, перед выпуском специальных версий Ламборгини должны выпустить обычное. Так когда же выйдет это авто? Ламборгини заявляют, что свой первый автомобиль-гибрид они выпустят в 2023 году. Но вряд ли это будет замена Авентадора. Вероятнее, это будет рестайлинг Уруса. С гибридной системой от Порше, Каен, Турбо и Хайбрид Каен, бла-бла-бла-бла, как его там. Короче, мощность этого авто будет где-то 780 лошадей. Довольно много. Нет, преемника Авентадора стоит ждать не ранее 2024 года. Ну а сколько он будет стоить? Если прикинуть, первый Авентадор вышел в 2011 году и стоил 250 тысяч фунтов. SVJ стоит 350 тысяч фунтов. Феррари SF90 стоит 380 тысяч фунтов. И весьма вероятно, что замена Авентадора перешагнет отметку в 400 тысяч фунтов. Ладно, если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите, что вы думаете по поводу преемника Авентадора. Хорошо ли, что он будет гибридом? Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще видео, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал Карвау, где есть куча интересных видео на автомобильную тематику. Спасибо за просмотр и до встречи.